Железо. Трудно найти другой такой металл, с которым была бы так неразрывно связана история человечества. Железо было одним из первых металлов, знакомых человеку еще в каменном веке. Железным веком называют период от IX до VII века до н.э., когда многие народы, племена Европы и Азии научились выплавлять железо из руд. Если эпохи в жизни человечества называть по главному материалу, из которого изготавливают орудия труда, то Железный век продолжается до сих пор. В Древнем Египте железо называли небесным металлом. Существует легенда, согласно которой царь Соломон после строительства Иерусалимского храма устроил пир в честь строителей, каждый из которых каменщик, плотник, землекоп и другие считал, что именно его труд в сооружении храма наиболее значимый. Мудрый Соломон разрешил этот спор так. Поскольку все орудия строительства были сделаны из железа кузнецом, то главным строителем храма является именно кузнец. Было время, когда железо, как и алюминий, ценилось дороже золота. Богачи заказывали себе украшения из железа, причем нередко в золотой оправе. Как свидетельствует в Элиаде, Гомер, победители игр, устроенных Ахиллом, награждали куском золота и куском железа. Название железа, скорее всего, связано с санскритским корнем «жель», что означает «блестеть», «пылать». Оно полностью соответствует внешнему облику железа. Это блестящий серебристо-белый металл. Самородное железо на Земле – редкость. Чаще всего это остатки железных метеоритов. Самородное железо найдено в образцах лунного грунта, доставленного на Землю. В основном это также остатки метеоритов, которые упали на поверхность Луны. Железо входит в состав многочисленных руд и минералов. Наиболее известны бурый железняк – лимонит, красный железняк – гематит, магнитный железняк – магнетит. Железо – металл войны. Недаром алхимики обозначали его знаком бога войны Марса. Изображали щиты копье. Большинство видов оружия изготавливалось и изготавливается из сплавов железа. Вероятно, некоторые из вас слышали или читали о дамасской стали или булате, из которой ковались уникальные клинки. Не уступают по качеству клинки, изготовленные отечественными мастерами из златоуста. Не только холодное, но и огнестрельное оружие сделано из сплавов на основе железа. Но железо – это и важнейший металл мирной техники. Это основа всех наземных и морских транспортных средств – автомобилей, железнодорожного транспорта и железных дорог, сосудов и судов. Железо – это станки и оборудование, сельхозмашины и трубопроводы, строительные конструкции и техника, предметы, быты и многое другое. Примерно девять десятых всех используемых человеком металлов и сплавов – это сплавы на основе железа. Этого металла в мире выплавляется больше, чем всех остальных вместе взятых. К числу неоспоримых достоинств железа относятся его дешевизна, доступность, ковкость, способность намагничиваться, возможность придать сплаву требуемые свойства путем введения различных добавок, легирования стали. Железо – жизненно важный элемент. Он входит в состав гемоглобина крови, красного пигмента эритроцитов. Гемоглобин переносит кислород каждой клеточки нашего тела. Именно железу кровь обязана своим красным цветом. При недостатке железа в организме развивается заболевание – анемия, малокровие. В организм железо поступает с пищей. Человек должен получать в деле 0,1 мг железа на 1 кг веса. Продукты наиболее богатые железом – хлеб, мясо, крупы, бобовые, свекла, яйца. И все же железо не лишено недостатков, и главный из них – коррозия, ржавчина. О процессе коррозии железа мы уже рассказывали на страницах учебника.